Саша, ну вот я знаю, что дорожная инспекция во всю бьет тревогу. Дело в том, что количество аварий с каждым днем увеличивается, становится все больше. С чем это связано, я думаю, мы сейчас как раз таки и выясним. В гостях у нашей студии Головко Игорь Александрович, подполковник полиции, начальник отделения технического надзора ГИБДД МВД по республике Крым. Конечно же, мы будем говорить о том, какие меры сегодня принимаются, а также, наверное, затронем и тему пешеходов, которые часто становятся причиной аварии на дорогах. Ну и много других важных тем, конечно же, обязательно обсудим. Доброе утро, Игорь Александрович. Как началось ваше утро нового дня? Позвольте полюбопытствовать. Ну, наверное, с наступлением летнего курортного сезона. Каждое утро у меня начинается с анализа свода к происшествию, которое происходит за сутки. И одним из вопросов, немаловажным для меня, это, конечно, состояние аварийности на пассажирском транспорте. Как радуют вас сводки или огорчают? Ну, я вам скажу так, что за последний июль прошедшего года месяца и начало августа нам удалось снизить и стабилизировать обстановку на уличной дорожной сети в части касающихся тем мероприятий, которые мы проводим и планировали на протяжении уходящего года. А каким образом вам удалось это? Смотрите, вопрос в чем заключался. В начале этого года с пуском новых участков трассы Таврида, не зная особенностей этих дорог на территории Ленинского района Белогорского на протяжении от города Симферополя, водители автобусов попадали в дорожно-транспортные происшествия. Причиной тому была как вина самих водителей, так и других участников дорожного движения. Поэтому, прогнозируя ситуацию, которая может у нас встать в период летнего короткого сезона, мы пошли в разработке дополнительных мер, направленных именно на стабилизацию данной ситуации. И теми мероприятиями, которые нам удалось провести, мы все-таки смогли выровнять и стабилизировать обстановку в части касающихся перевозки пассажиров. И если вы все видите, да, последнее время, особенно последняя половина декада, вернее, июля месяца, и текущего начала августа, уделяется плотно этому вопросу как со стороны органов власти, так и правоохранительных органов вопрос именно безопасности перед пассажирских перевозок. Те мероприятия, которые мы проводили, дали возможность нам все-таки оттолкнуть тот негативный фактор, который был у нас присущ на протяжении первых шести месяцев выходящего года. Это многое было сделано со стороны как руководства управления ГИБДД, так и всех отраслевых служб. Одним из факторов это, конечно же, пресечение фактов нелегальных перевозок пассажиров. То есть мы убрали с трасс большую часть тех, кто, не зная местности, не зная особенности крымских дорог, именно ставили под угрозу пассажирские перевозки. Это если вкратце говорить. Ну а если в комплексе, это у нас были вывыставлены дополнительные наряды на протяжении всех участков дорог в Республике Крым, которые именно были нацелены на профилактику аварийности среди водителей, как со стороны легальных перевозок, так и тех, кто занимался не совсем в этом поле, в правовом правильно, так и со стороны пассажиров, которые также зачастую становились участниками дорожно-маспортных происшествий, нарушая и игнорируя самые элементарные правила поведения в общественном транспорте. А пассажиры как могут нарушить? Пассажиры, я вам скажу так, что с введением нового парка в городе Симферополь, столицы нашей, получив новые автобусы Горавтотранс, мы стали сталкиваться с таким проблемой, как падение пассажиров в салоне автобуса. Нарушая элементарные требования, которые предусмотрены для пассажиров, это держаться за поручни, находиться в салоне автобуса стоя, ведь протяженность этого салона очень большая, и пассажиры, идя к остановке, не учитывают факторы, что есть остановочный путь автобуса, что есть трогание, в момент которого происходит толчок, и тем самым, теряя равновесие, они падают и ударяются от предмета. Но здесь они сами за себя отвечают, или все-таки водители отвечают? В этом случае пассажиры-перевозчики, получая легальный вид перевозок, покупая билеты, страхуются, естественно, перевозчиком. Здесь двоякая ситуация, как со стороны водителя, который должен предусмотреть, чтобы пассажиры не находились в салоне стоя, так и со стороны пассажиров. Здесь, грубо говоря, если брать во внимание, 50 на 50. Но те мероприятия, которые нами были тоже проведены, это дополнительное информирование населения, запуск панно, которое установлено в салонах автобуса бегущей строки с правилами перевозки пассажиров, дали свой положительный эффект, и на сегодняшний день нам удалось также снизить данные факторы аварийности. Игорь Александрович, к сожалению, осталось меньше минуты. Я вас попрошу крымчанам дать какие-то пару рекомендаций, как сохранить свою жизнь и здоровье. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Крыма, гостям, которые находятся и видят сейчас нас, о том, что все-таки пользоваться легальными перевозками намного безопаснее и качественнее. Ведь вы, находясь в салоне данного автобуса, приобретая билеты в кассах автовокзалов, страхуете свою жизнь от несчастных последствий, которые есть. Вы всегда можете обратиться по тем телефонам горячей линии, которые находятся в салонах автобусах, непосредственно к перевозчикам, с теми жалобами и претензиями, которые вам были предназначены в ходе перевозки. Вы всегда можете найти через официальные сайты интернет-ресурсов, где находится адрес, то есть все факторы, которые говорят о том, что надо пользоваться только легальными перевозками. Это всем совет. Мне кажется, звучало более чем убедительно. Я надеюсь, что все-таки прислушаются к вам люди, потому что речь идет прежде всего о безопасности и о своей жизни. Я напомню, у нас сегодня в гостях Игорь Александрович Головко, подполковник полиции, начальник отделения технического надзора управления ГИБДД МВД по Республике Крым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...